Поющей душой накануне в концертном зале Краснодарской филармонии прошел концерт учеников Армавирской музыкальной школы для слабовидящих. 120 артистов исполнили классические произведения Моцарта, Чайковского, Шопена, Пучини. Даже первоклашки показали высший класс. Министр культуры края Виктория Лапина поздравила школу с новым статусом. Теперь образовательное учреждение стало государственным. На этой сцене читали свои выдающиеся стихи великие поэты и писатели, такие, например, как Владимир Маяковский. Пели свои прекрасные песни певцы, такие как Федор Шаляпин. Сегодня здесь поет народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко. В этом зале когда-то находился Кубанский казачий хор. И сегодня наши одаренные, талантливейшие дети Кубани выступают на этой сцене. С праздником вас и, конечно же, наших детей. Классические произведения на разных музыкальных инструментах звучали виртуозно. Домбре, ксилофон, баян и, конечно же, фортепиано. У большей части артистов проблемы со зрением, но при этом игра ребят тронула зрителей до глубины души. В зале полный аншлаг. Зрители встречали исполнительные бурными аплодисментами. Среди выступающих Олег Акуратов, выпускник школы, 27-летний пианист и джазовый импровизатор из Ейска с концертами уже объездил весь мир. Музыка – это мое. Это моя жизнь, это моя свобода, это моя душа, это мой свет, это мое чувство. Это все, чем я живу и всем, чем я чувствую. Потому что жизнь моя – это музыка. Добавлю, что это единственная школа в России для детей с нарушениями органов зрения. В прошлом году учебное заведение стало победителем всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok